Ом Ти Ви Юэй про Головне Минувшей ночью Рашистская Федерация Вновь подверглась массированным ударам справедливых беспилотников возмездия Возмездие, именно удары возмездия Именно вот такое проявление нашей ненависти, абсолютно святой ненависти По предварительной информации, атака была невероятно продуктивной В результате чего были поражены нефтеперерабатывающий завод Краснодар-Эканефть Военный аэродром и учебный центр ПВО в городе Ейск А также Ильский и Волгоградский НПЗ Кроме этого, под атакой были военные объекты в районе города Энгельс В свою очередь, в Министерстве нападения так называемой России Отчитались, что ночью якобы сбили 114 беспилотников Ну а тем временем нефтебаза в Азове пылает четвертые сутки Он полыкает вот это, он дарит этот херня Ну вы понимаете, что это такое происходит или нет? Кто-то понимает это? Что случилось? Почему все это происходит? Я не понимаю, почему Вот потому что... Ну потому что... Потому что потому... Рамзан Кадыров тайно женил двоих сыновей Хотя оба несовершеннолетние Об этом рассказала новая газета Европа Секретная церемония состоялась в июне Двойная свадьба проходила у 17-летнего Элли Кадырова И параллельно у 16-летнего Адама Кадырова При этом сам глава Чечни рассказал, что его сын Элли женился С чем его лично поздравил Владимир Путин в своем телеграм-канале Только вот про предстоящую свадьбу второго сына Адама Кадыров-старший почему-то писать не стал Новая газета предполагает, что повышенная секретность вокруг этих двух свадеб Связана с возрастом молодоженов Трое из четверых несовершеннолетние Так, одной из невест, внучке депутата Госдумы и приближенного Кадырова Адама Делимханова не больше 14 лет Такое видео с ней появилось в интернете еще 6 лет назад В ролике девочка поздравляет своего дедушку с днем рождения Кстати, то, что Кадыров женит сына на родственнице своего приближенного Разумеется, не случайность Адама Кадырова, в свою очередь, женили на дочери чеченского сенатора Сулеймана Геремеева Тоже важного человека в кадыровской Чечне Почему мы все же узнали про эти секретные свадьбы Узнаем у Кирилла Мартынова, главного редактора издания «Новая газета Европа» Прежде всего хочется узнать, что известно о количестве гостей на свадьбе Возможно, проболтался кто-то из них или, как всегда, помогла случайность, скажем так Сыграть большую политическую свадьбу, а в том, что эти свадьбы носят политический характер, у нас нет никакого сомнения Довольно тяжело так, чтобы совсем никто ничего не узнал Не было утечек видеозаписи до сих пор Но есть, что называется, свидетельские показания далеко ни одного человека И с этими источниками как раз нашим авторам удалось пообщаться Никто, в общем, не опровергает нашу сегодняшнюю публикацию Никто не говорит, что младшие сыновья Кадырова до сих пор холосты Проблема как раз заключается в том, что Кадырову, по всей видимости, нужно как можно быстрее улаживать свои дела Мы видим, как эта относительно маленькая северокавказская диктатура Как она разрушается в результате проблем со здоровьем лица номер один в Чесне, то есть самого Кадырова Это старая проблема, которая, в общем, перед Россией в какой-то момент времени встанет Как передать власть, когда у тебя ее очень много, а никаких институтов, не говоря уже про выборы, выборы нет И вот мы видим эти стремительные сейчас свадьбы На самом деле самая главная тайна там, это фигура невесты как раз Адама Кадырова Который так печально прославился в прошлом году, которому сейчас 16 лет И которого, в общем, Кадыров как раз активно пиарил в качестве, ну, если не преемника своего, да, то такого человека, в котором можно увидеть следующее поколение семьи Кадыровых Так вот, практически никакой информации про дочь Геремеева нету И, в частности, нам неизвестен ее возраст И, в общем, есть подозрения, что секретность в том числе связана не только с тем, что средний сын женился, предположительно, на 14-летний Но и в том, в общем, что дочь Геремеева могла просто не достигнуть никакого брачного возраста То есть с любой точки зрения любого мыслимого закона, в том числе законов Российской Федерации Или каких-то представлений согласно чеченским Адатам Но просто Кадырову очень нужно было устроить этот брак Для того, чтобы его семья смогла с большей уверенностью смотреть в будущее На тот случай, если или Делимханова, или Геремеева окажутся недостаточно лояльными к Кадыровскому плану После того, как власть Кадырова закончится Ну вот, тем не менее, еще раз задам этот вопрос Почему о свадьбе одного сына, как вам кажется, Кадыров рассказал, а про второго решил промолчать? Дело действительно в возрасте Просто, опять же, складывается ощущение, что, в принципе, Рамзан Кадыров на нынешнем этапе может позволить себе нарушение любого закона Я думаю, что да, что проблема может вполне быть в возрасте И как раз вот такая половинчатая информация, которая от самого Кадырова исходит Показывает, что, в общем, есть некоторая проблема с тем, что чеченские власти продолжают скрывать Какие практики, какие политические браки существуют, как вообще выглядят Я бы сказал, гендерная ситуация в Чечне Потому что накануне мы много узнали про личную жизнь Кадырова Из расследований проекта И, по всей видимости, в общем, Кадыров тоже не хотел афишировать подобного рода Ну, фактически, как это, гарем из наложниц Потому что тоже, в общем, это не очень, может быть, Кадыров и может себе это позволить Но он точно не может делать этого публично Вот проблема именно с публичностью Проблема в том, как сохранить максимум своей власти И при этом, ну, не сломать эту хрупкую конструкцию Которая сейчас держится на слабом состоянии здоровья самого Кадырова Ну, и опять же, то, что вы уже успели озвучить Очевидно, что эти поспешные свадьбы связаны с состоянием здоровья Кадырова Как раз о котором новая газета Европы в том числе рассказала Про некроз поджелудочной железы у него Но как первый и второй брак вообще позволят сохранить власть? То есть понятно, на что делает ставку Рамзан Кадыров? Наши авторы, которые в этой теме глубоко разбираются Они предполагают, что Кадыров этими брачными узами, союзами Пытается заручиться личной поддержкой наиболее влиятельных чеченских кланов На тот случай, если вот этот контракт негласный с Путиным С российским диктатором будет расторгнут Мы знаем, что в течение многих лет у Кадырова было право делать фактически все, что он захочет Оставаться безнаказанным, и он им активно пользовался И с точки зрения политических убийств, и с точки зрения влияния на федеральную политику И с точки зрения коррупции, и с точки зрения вот этих гаремов, про которые проект рассказал Так вот, если все-таки Путин от этой логики неприкосновенности лично Кадырова и его клана откажется То опираться семье Кадырова придется на лояльность других чеченских кланов Которые близки Кадыровскому, но которые все-таки существуют отдельно от него Такие кланы как раз Геремеева Мы тоже знаем много про эту семью И мы знаем про то, как в частности представители этого клана участвовали Потенциально участвовали в убийстве Бориса Немцова в 2015 году Так вот, если контракт с федеральным центром, что называется, будет разорван То нужно будет опираться на внутренние силы Цель нанести нашей стране поражение Байден не снимает Мир по-американски это слабая униженная Россия Байден подчеркнул, что Запад не имеет морального права допустить поражение Украины Поскольку это, по его словам, будет означать угрозу для всех стран, граничащих с Россией и Белоруссией Дескать, то, что Запад уже видит в Крыму и на Донбассе Нужно перенести на приграничные с Харьковом российские регионы Речь про удары крылатыми ракетами Искальд, Сторм Шэдоу и Атаканс Ом Ти Ви Юэй, про Головне Украина получит тактическое ядерное оружие И надо понимать, что Запад сделает все, чтобы уничтожить Россию Ну а западная пресса с тревогой обсуждает заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга В интервью изданию Телеграф он заявил о приведении ядерных сил Альянса в состояние готовности Давайте мы чуть подробнее на это интервью посмотрим По словам Столтенберга, союзники ведут переговоры о развертывании на своей территории Большего количества боеголовок и перевода ядерных сил в состояние готовности Объясняется это угрозами со стороны России и Китая При этом вдаваться в детали, вот где конкретно, сколько ракет НАТО планируют разместить Столтенберг не стал и сообщил, что Альянс намерен использовать свой ядерный арсенал, чтобы послать прямой сигнал противника Весню, что будет через шаг Через шаг Украина получит тактическое ядерное оружие Точно так же, как сейчас получили разрешение, как получили носители Они получат тактическое ядерное оружие И не применут, в отличие от нас Им немедленно воспользоваться по территории России под аплодисменты Запада Сколько? Два года назад Германия под давлением США говорила Мы поставим вам каски и одеяло Сухпоем, да А сейчас на 32 миллиарда долларов они отгрузили всего Вот все, что у них было, они всего отгрузили Да, то есть это говорит о том, что все страны, которые сегодня подчиняются американцам Они отдадут все Они отдадут любые варианты Мы не исключаем, что они отдадут варианты ядерного оружия Мы не исключаем совершенно, что сейчас идут эти разработки И идут эти договоренности Потому что все-таки Украина это не та страна, которая, знаете, ну совершенно Которая совершенно недоступна технологии У них был очень хороший советский опыт У них все это было Ясно, что потом, кроме F-16, пойдут грифоны Ясно, что пилоты будут иностранцы Это жалкая горсточка, которой показаны якобы украинских пилотов, ни о чем Очевидно, что будет сказано, что в связи с ядерной угрозой, которую мы видим со стороны России Считаем возможным, например, та же Франция скажет Предоставить свои ядерные боезапасы Украине А дальше Украина пусть сама распоряжается ими, как считает нужным После чего будет попытка нанесения ядерного удара по территории России Ну, это, по крайней мере, то, что прослеживается логика Потому что страны иначе выдавать такой набор этого не делают Кстати, надо отметить, что нет никакой нужды даже непосредственного использования ядерного оружия Потому что если вот этот атакующий контур Использует разнообразное дальнобойное оружие, которое нанесет удары по нашим химическим заводам Атомным электростанциям То уровень бедствия может быть такой, как мы рассматривали в случае поражения, например, в территории Израиля Это может быть сильнейшее воздействие Это неизбежно ставит нашу страну перед необходимостью делать выбор В результате этого выбора Европа будет уничтожена Без всяких сантиментов, без всяких переживаний У нас просто не будет другого выхода Потому что наша концепция ответа на встречный удар подразумевает нанесение ударов При этом не надо недооценивать возможности военно-воздушного флота НАТО Надо понимать, что количество тех же самолетов В-16 очень велико И надо понимать, что Запад сделает все, чтобы уничтожить Россию Загальна интенсивность боев на больших ділянках фронта дещо зменшилась Но это не касается часового Яру и Покровсько-Турецкого напрямку Где оккупанты засередили значную кількість військ И хотят достигнуть максимального результату Поставдіївский фронт продолжает расшириваться Российские угруппированные центры после оккупации Авдіївки Как метастазы, распоряжаются по Донечке в напрямку ключевых мест Покровська, Турецка и Константиньевки с Краматорском Наразі ЗСУ не может повноценно стабилизировать лінію фронту Яка растягнулась на понад 50 км Як стверджує Генштаб, розклад сил тут 1 до 3 не на нашу користь У росіян на цьому напрямку засереджено як мінімум 8 повноцінних бригад І ще кілька окремих полків та батальйонів, а це близко 70 тисяч расширстів Отже, є очевидним брак військових як одна з головних причин поступового відступу ЗСУ За тиждень ворог практично завершив окупацію Новоалександрівки і розпочав наступ на Воздвиженку Останнє село перед виходом на ключову логістичну трасу Покровськ-Константинівка Наразі вихід на неї є ключовим пріоритетом росіян, який у підсумку дасть їм великі переваги для розширення свого наступу У селі Сокіл сили оборони відбили всі наступи ворога, який, окрім глобових штурмів, також обійшов село із півночі та зайшов нам у фланг З іншого флангу расшисти зайняли Новопокровське, а відтак створили собі можливість наступу на Сокіл ще й з півдня Водночас вони націлилися на Новоселівку, першу, останній потужний укріперайон ЗСУ в цій місцевості на лівому березі річки Вовча Армія РФ продовжує розширювати зону свого контролю біля Уминської і оточила з трьох сторон Яснобродівку Тож невдовзі почнеться кампанія з витіснення ЗСУ із села на інший берег річчі Красногорівка і Південний фронт На південь від Авдіївки окупанти наступають доволі кволо основними напрямками їхніх зусиль Красногорівка, Георгівка і Вугледар У Красногорівці тривають вуличні бої за кожен будинок, однак тут ЗСУ зуміла практично повністю втримати свої позиції, хоча за цей час частина будинків переходила із рук в руки На Георгіївку рашисти поперли великою кількістю бронетехніки Наступ був настільки стрімким, що силам оборони не вистачило вогневої міці, щоб знищити всі коробки, а тому деякі з них могли доїхати до кінця села Після цього вони зробили кілька фото і почали голосно кричати про захоплення населеного пункту Втім, ЗСУ швидко дали потужну вісіч, після якої поодиноким окупантам вдалося повернутися на свої позиції На північ від Красногорівки ворог зумів зайти в село Невельське, де сили оборони стримували окупантів упродовж останніх двох років На жаль, імовірно, на цій ділянці фронту на нас невдовзі чекають неприємні зміни За тиждень окупанти не зуміли досягнути жодних результатів, ні у Вугледарі, ні на Бердянському і Оріхівському напрямках, у роботиному і у Рожайному Міські бої за часів яр. Парадоксально, але після того, як расиста захопили половину району канал, вони втратили змогу використовувати авіабомби по наших воїнах на цій території А відтак сили оборони зуміли втримати лінію фронту по вулиці Зразковій непорушною Спроби расистів обійти наших захисників з півночі через Калинівку чи з півдня через район Новий зазнали краху Так само, як і наступ на Кліщівку, де ССУ провели контратаку і повернули частину позиції у селі Нагадаємо, раніше Збройні сили Російської Федерації забрали звідси частину військ і перекинули їх на Харківщину Сіверський фронт знову ожив Росіяни безперервно штурмують Білогорівку вже понад два роки, але на щастя наші воїни множать на нуль усі їхні зусилля Однак дещо південніші окупанти несподівано змогли просунутися на два кілометри у напрямку на виймку, яка є воротами на Сіверськ На іншій ділянці біля Роздольвки та Веселого ворог зумів вирівняти фронт на ділянці до жіної понад 5 кілометрів Однак після цих змін ЗСУ стримали подальше просування расистці, іначе стабілізували фронт Водночас на північ від Сіверська азоці, які тривалий час ведуть бої в Серебранському лісництві, зуміли відкинути ворога на ділянці понад 1 кілометр у глиб і 2,5 кілометри за Ширшки Вовчанський фронт Попри те, що росіяни не мають жодних успіхів ані біля Вовчанська, ані біля Липців, вони все одно продовжують перекидати сюди В цих коридорах війська НАТО не будуть ограничені місними правилами, законами, пошлинами, всі грузи і всю техніку перевозити змогуть абсолютно свободно Спецпомощник Байдена, старший директор Совета нацбезопасности по вопросам нераспространения, Пранай Вади, неожиданно заявил, що Вашингтон не виключаєт возобновлений диалога по ядерному оружію до завершення війни на Україні І вообще Америка оказывається открыта для разговора Байдена з Путином США после продолжительной паузи начали отправлять финансовую помощь в Україну Субтитрувальниця Оля Шор